Пусть эта книжкина неделя продлится только до апреля, но вы, читающий народ, любите книгу круглый год. Слова послания Самуила Маршака сегодня звучат особенно актуально. В мире компьютерных технологий книга отошла на второй план, а зря уверены педагоги и библиотека Рещелковского района. Все богатство речи, культуры и традиций собраны на страницах книг, этих верных друзей и неисчерпаемого источника знаний. Праздник недели детской книги стартовал в районном культурном комплексе. Эта традиция популярна во всех городах России и служит тому, чтобы дети привлекались к чтению, чтобы любили книгу, любили читать. Недели детской книги традиционно проходят по всей России в последнюю неделю марта, в дни весенних школьных каникул. Впервые неделя детской книги прошла 26 марта 1943 года. Название этого праздника книжкиной имениной придумал замечательный детский писатель Лев Косиль. Шла Великая Отечественная война. Кругом холодно, голодно и мало радостей выпало на долю ребятишек в те суровые годы. И вдруг в Москве в колонном зале Дома Союзов состоялся день детской книги, куда пришли знаменитые писатели, поэты и художники. Здесь собрались мальчишки и девчонки в заплатанных курточках и прохудившихся валенках. С тех пор неделя детской книги стала хорошей традицией. Каждый год проходит во всех уголках нашей страны. Еще несколько лет назад все были в ужасе. Родители, учителя, библиотекари говорили, что дети ничего не читают, что они целиком ушли в компьютер. Но немножко стала ситуация улучшаться, дети стали читать. Но как компьютер может заменить такую увлекательную и интересную яркую книжку? А стихи Агни и Барто – это вообще наше культурное наследие. Так давайте передавать его. Приехал в наш район на открытие недели детской книги Валентин Постников, автор детских книг, сын знаменитого популярного советского сказочника Юрия Дружкова, Постникова. С самого раннего детства Валентин стал сочинять вместе с отцом сказки. В этот день он приехал для того, чтобы пообщаться с детьми, родителями и в режиме интерактива обручить активным маленьким читателям призы за любовь к чтению. А пожелание очень простое. Найдите 15 минут в день, чтобы читать вслух. Мероприятие было несомненно важным как для детей и их родителей, так и для преподавателей. Такое мероприятие очень важно. Оно ориентирует детей в качественной литературе, помогает увидеть писателя воочию, что очень хорошо складывается. Призывает идти в библиотеку, брать книгу. Ну и плюс еще родители с детьми всегда хорошее содружество. Детям знакомство явно пришлось по душе. Веселые викторины, подарки и книги. А еще то, что нельзя потрогать, но очень важно понять и принять. Любовь и стремление к знаниям через эту самую книгу. В книгах много нового узнаем. Учимся. Не знаю, даже страдать. Если будет выбор между компьютером и книжкой, что выберешь? Книжку. Там учишься много чему. Весело иногда. Ну и, конечно, увлекательно. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».